до вот этого серьезного обострения геополитического и когда россия оказалась под таким сильным прессингом а можно было ответить на этот вопрос с моей точки зрения что конечно в первую очередь государства во вторую очередь бизнес и на всей какой-то это там дальше остальной пищевой цепочки стояли пользователи которым реально безопасность было не нужно пользователь не понимал для себя какой-то реальной добавленной ценности от безопасности это это в принципе проблема отрасли в том что у нее не очень явно выраженная ценность для ее конечного потребителя она всегда такая некая навязанная то есть это как если врач приходит к здоровому человеку начинает говорить а ты делай зарядку а то умрешь ну и что ему человек скажет да ну может быть когда-нибудь конечно но сейчас я этого делать не буду и все были вот в такой же примерно ситуации и главным двигателем понятное дело было государство потому что у бизнеса у него экономические показатели а у государства все-таки у него есть некоторые обязательства которые должны выполнять перед всеми участниками скажем так этих социальных отношений навязывались требования и эти требования были вынуждены выполнять так наш рынок и двигался когда начались реальные проблемы у конечных пользователей ну в данном случае хотя бы у там руководители предприятий руководители бизнеса и они начали понимать что это не виртуальная угроза не какие-то там пугалки которые приходят какие-то специализированные организации хотят на этом заработать а что это вот у соседа произошел ущерб там из-за того то у меня там произошел ущерб из-за того то не наверное я что-то должен пойти с этим сделать и вот сейчас как я уже сказал у нас идет такое структурное изменение отрасли и в том числе понимание наших потребителей то есть наши потребители они сейчас тоже испытывают некоторую ломку от того что им приходится начинать приходить к пониманию того чего у них раньше не было и пытаться для себя осознать что ему из этого надо именно информационной безопасности я наверное не соглашусь не в такой степени как информационные технологии такого катастрофического провала как например в тех же областях операционных систем и еще чего-то у нас такого не было есть некоторые пробелы которые достаточно тяжело замещаются но это не критично туда может быть где-то было хуже может быть где-то это было менее удобно потому что понятно что международной корпорации она в состоянии привлечь гораздо больше дизайнеров или разработчиков или еще кого-то но функционально проблем не было вопрос именно функциональности можно было решить заместить это один момент другой серьезный аспект то что вся микроэлектроника российская находится в заложниках зарубежных технологий то конечно косвенно это сказывается и на нашей отрасли потому что чего бы мы ни говорили как бы мы сейчас задачи не ставили заместить тоже компонентную базу быстро мы просто не сможем все наши там программно-аппаратный комплекс они все строятся на какой-то скажем так ввозной компонентной базе конечно в какой-то степени мы сейчас затормозились в технологическом вопросе потому что мы сейчас вынуждены были погрузиться во первых с момента 24 февраля в то чтобы решить критические ситуации наш security operation центр там но я не знаю во сколько но если не на порядок но в разы точно увеличилось количество инцидентов и событий которые наших заказчиков атаковали причем полтора месяца же был просто вообще хаотично то есть где-то было понятно почему этого заказчика так рьяно атакуют а где-то было совершенно непонятно почему вот на этого вдруг заказчика набросились который казалось бы аполитичен и никакого профита атакующим не дает и вот этот вот весь хаос привел к тому что нам нужно было в первую очередь выстоять защитить свою инфраструктуру это уже я прям прям про всю страну говорю и в дальнейшем когда хотя бы все-таки хорошо что всегда цикличность некоторые то есть естественно есть спады какие-то идут спады и мы начинаем думать так а вообще что с этим делать теперь системно как это изменится то есть всем стало понятно что мир будет другим вопрос всех интересовало а каким очень уважаемые мной люди серьезные аналитики у них было ощущение что летом как бы все закончится например я принадлежу к той категории людей которые всем у нас говорил что приготовьтесь это надолго и нужно выстраивать долгосрочную стратегию того как нам нужно менять свои подходы к деятельности к тому чтобы реформироваться и реагировать на новые вызовы это вот был как бы самый яркий первый период потому что сначала надо было не сдохнуть да с вендорами зарубежными она тоже было все по-разному очень многие ушли ну грубо говорят цивилизованно дав временной лаг в которой можно было уложиться и подготовиться некоторые ушли не цивилизованно и у некоторых заказчиков просто критические системы перестали функционировать в информационной безопасности благо это все-таки не операционной системы мы были более готовы у нас практически по всем сегментам есть субституты зарубежным средством защиты вот но когда тоже уважаемые компании там крупных отраслей нефтегазовых приезжали к вендору и говорили мне нужно срочно и просто за один свой приезд опустошали склад начинались проблемы где это оборудование купите как его привести чтобы быстро снова сделать эти недостающие устройства это тоже был до вызов на самом деле мы а риски импортозависимости говорим по как минимум последние лет шесть это тоже не стало новостью очень много кто об этом говорил давно что не то что нужно просто импортозамещение всегда говорили о том что нужно снижать риск импортозависимости и для этого выбирать те критичек где есть этот риск и там начинать не просто огульно потому что мы все равно не сможем заместить все но вот подошла банковская там отрасль центробанк не выделили наиболее критические процессы и начали в первую очередь делать на них упор но наверное мы где-то кто-то как-то понимали кто-то возможно даже высших сферах власти к этому даже готовился но я уверен что не те кто готовился нигде кто понимали не те кто вообще к этому не понимали не готовились никто не мог даже предположить глубины этой проблемы в которой мы оказались многих пострадали и финансовые скажем так у кого там были какие-то зарубежные и так далее ну и и в любом случае если в стране эта проблема возникла то на его организации возникла и люди начинают пытаться решать вопросы исходя из того что у них есть и это вот начинается полностью заместить вот эту вот технология которая у него стоит западная или может быть частичным или может быть пока можно использовать основной функциональность этого продукта а взять российские там например к нему разрешающих правил какие-то там фиды и оки и так далее и так далее которыми добиваться достигается функциональности вот этот вот полностью гибридно не гибридно то есть всем понятно что цифровая независимость цифровой суверенитет это вопрос достаточно длительного времени